Вести Хакасия на канале Россия 24 в студии. Елена Крылова, здравствуйте. Сотрудники МЧС Хакасии взрывают ледяной затор на реке Абакан, который во время ледохода образовался между населенными пунктами Арбаты и Абаза. В настоящее время подтоплений жилья нет. Уровень воды в реке критической отметки не достигает. По последним данным Хакасского гидромета в самое ближайшее время ожидается повышение температуры. Из-за этого начнет таять снег и воды в реках прибавится. Чтобы полностью исключить возможность подтопления населенных пунктов, расположенных по берегам Абакана, принято решение при помощи авиации взорвать затор, который растянулся на 6 километров. К работам привлечены взрывотехники, спасатели и вертолет МЧС. Сотрудники правоохранительных органов обеспечат безопасность населения, оцепят зону проведения взрывных работ. С сегодняшнего дня перекрыто движение по проспекту Ленина в Абакане в границах улиц Карла Маркса и Ивана Ерыгина. Ограничение введено с 10 вечера до 5 утра. На участке установлены соответствующие знаки. За невыполнение требования предусмотрен штраф в размере 300 рублей. Запрет движения в ночное время установлен в городской госавтоинспекции. Так ведомство отреагировало на многочисленные жалобы жителей улицы по поводу шума. А в минувшие выходные дорожные инспекторы задержали немало нарушителей там, где ездить можно. Тотальный рейд на абаканских улицах выявил несколько нетрезвых водителей и даже рулевых в наркотическом опьянении. Кстати, как говорят инспекторы, с приходом весны они планируют проводить тотальные проверки на дорогах не только республиканской столицы. Тему продолжит Константин Кравцов. Десяток сотрудников ДПС. Такая картина, да еще и с утра в понедельник, как страшный сон нарушителя. Автоинспекторы четвертые сутки подряд проводят массовую охоту на нетрезвых водителей. Результат налицо. 75 человек за рулем в состоянии опьянения. Подобные массовые вылазки, говорят полицейские, теперь станут регулярными. Притом в самых разных и неожиданных местах. Останавливают инспекторы абсолютно весь транспорт. Если у водителя порядок с документами и отсутствуют признаки опьянения, то он продолжает движение. Процедура занимает не более минуты. Если же у полицейских возникает подозрение, что человек находится в нетрезвом состоянии, ему предлагают пройти процедуру освидетельствования. Автоинспекторы добавляют, зачастую пьяная авария совершенно нелепа и случается буквально на ровном месте. Вот в центре Абакана водитель иномарки снес железобетонную мачту. Мужчина в больнице с тяжелой травмой головы. Трасса Абакан-Агдавурак. Нетрезвый пенсионер на джипе вылетел навстречу. В результате машины в смятку участники ДТП получили разные травмы. Однако сам виновник не пострадал. А рулевой этих «Жигулей» накануне трагически погиб. Молодой человек управлял машиной уже, будучи лишенным прав. Действия того же алкоголя широко известны. Затормаживается реакция, уходит четкость, значительно меняется восприятие окружающего мира. Эксперты говорят, здраво оценивать ситуацию под градусом практически нереально. Поэтому разумный водитель, будучи пьяным, наверняка не сядет за руль. И не потому, что наказание за это сейчас довольно суровое. Разумный водитель в первую очередь думает о безопасности своей и окружающих. Ведь на кону может оказаться чья-то жизнь. Константин Кравцов, Сергей Казнин. Вести. Хакасия. До единого дня голосования в Хакасии осталось 4 месяца. Но предвыборная борьба, похоже, уже началась. Подтверждение тому – субботний митинг КПРФ. Тему коммунисты выбрали производственную – открытие «Аршановского разреза». Лозунги постоянные – о безответственности граждан. Коммунисты зазывали людей на митинг в течение нескольких дней. Ездили с флагами в самом Аршаново, Белом Яре и в Абакане. Однако вспомнить былое и походить по площади с транспарантами в Абакане согласились немногие. Всего около сотни человек. Контингент все тот же. О своем несогласии с мнением экспертной экологической комиссии заявили в основном пенсионеры. Разогревали толпу лидеры местного партотделения. Товарищи, кто желает выступить? Микрофон сегодня открытый. Кто желает выступить против строительства Аршановского разреза, пожалуйста, подходите. К середине митинга настроение ураторов поднялось. Они заметили, что народ прибывает, но, как оказалось, со стороны стали подходить случайные прохожие. Я считаю, что людям нужны рабочие места. У меня такая точка зрения больше. Разрезов у нас много, а ни больше, ни меньше, мне кажется, не повлияет сильно. Впереди у нас в сентябре выборы, наверное, людям надо просто пропиариться, возможно, и все. У меня такая точка зрения. Просто живут они в Бакане, далеко от Аршанова, и их вообще, думаю, мало интересует. И сегодня руководство разреза Аршановского прокомментировало нам данную ситуацию и выразило свое мнение относительно разгоряченных споров вокруг угольного предприятия. Партийные активисты Хакасии решили сыграть на экологической теме и заработать себе предвыборную репутацию, уверен руководство разреза Аршановский. Вот только с объектом для обвинения ошиблись. Надуманные цифры и угрозы в адрес разреза, уверяют специалисты, никакой почвы не имеют. Экологические последствия от деятельности нового угольного предприятия «Разрез Аршановский» сведены к минимуму. Это подтвердили 24 эксперта. О проверке угольщики и главное обвинение – якобы предприятие загрязнит воду. Между тем, современные технологии очистки разреза позволят на выходе получать воду, пригодную для рыбохозяйственных нужд, а это самый высокий показатель качества. Опасения, касающиеся экологии, они абсолютно беспочтны. Экспертное заключение, которое мы сейчас получили, это за последние годы, это единственное, которое сделано по всем канонам. Здесь вместе сведены экспертизы промышленности, воздуха и экологии. После запуска разреза угольщики планируют вести собственный экологический контроль, постоянный мониторинг состояния окружающей среды. Свою безопасность разрез Оршановский подтвердил положительным заключением госэкспертизы. Сегодня это главный аргумент угольного предприятия, который планирует работать в районе села Оршаново. Ну зачем говорить напрасно то, чего нет в самом деле. Сейчас я дал задание юристу своему, чтобы изучить это все, и вранье должно наказываться. Поэтому изучаем этот вопрос, чтобы обратиться в народный суд. Ольга Стельмах, Алексей Голубев, Вести Хакасия. Школа ищет спонсора. Руководство одной из школ Хакасии настолько отчаялось получить помощь властей, что готово в прямом смысле слова ходить с протянутой рукой. Учителя и дети в селе Гайдаровском Арджиникидзовского района дожидаются ремонта в ветхом здании вот уже 50 лет. Но школе по определенным причинам его не положено. Как получилось так, что учебное заведение довели до крайности, узнала Юлия Константинова. Этому зданию почти полвека. Старожилы, говорят, строил его еще лесхоз. Когда-то брусовое, крепкое. Оно считалось одним из лучших в районе. Сейчас требует срочного ремонта. Кстати, капитального здесь не было со дня открытия школы. Кровля изветшала, полы рассохлись, окна требуют замены. Эта зимой рама в кабинете математики выпала из проема во время штормового ветра. В эту зиму было минус 40-45. И дело в том, что ограничение по температуре. Было бы в школе тепло, ребятишкам добежать до школы недолго. Но когда и в школе, в классах минус 2, в спортзале минус 16, какое может быть обучение? Уроки физкультуры вести невозможно было совсем. Ведь такие батареи давно раритет. Не говоря об обшивке стен или своеобразной двойной двери. Даже покрасить спортзал не удается с 1974 года. Причина – нет денег. Детей очень мало, а деньги идут за детьми. Программы мы не заявлялись. Они тоже же предполагают софинансирование, что деньги должны быть еще местные. А местный бюджет у нас вообще денег нет. Не входит Гайдаровск и в республиканскую программу возрождения малых сел. Население – 290 человек. Больше ста положенных. Видать, нам надо разогнать половину поселка, чтобы мы подошли под эту программу. Ну а детям нам куда? Куда наших детей? У меня вот ребенок заканчивает сейчас 9 классов. На следующий год у меня идет в первый класс ребенок. Ну, надо учить. Поэтому и решили жители одного из самых отдаленных таежных поселков республики искать для любимой школы спонсоров. Чтобы юбилейный год, 50-й, не стал для учебного заведения последним. Ведь давно ходят слухи о переводе ребятишек на обучение в деревню Черное озеро. Юлия Константиновна, Владислав Кустовой, Твистих Акасии. Апрель – самый грязный месяц в году. Независимо от того, много на улице, лучше или мало. Снег растаял, обнажив кучи мусора там, где его быть в принципе не должно. Проблема актуальна весной для любого населенного пункта. У Стебакан не исключение. Хотя отличия все-таки есть. Жители поселка утверждают, что самую большую кучу мусора собрала местная администрация. Гора из срезанных веток растет на местном острове отдыха с февраля. Территория прилегает к поселку, тут отдыхают у Стебаканцы и приезжие. С одной стороны, срезанные деревья экологии не вредят. Но со временем здесь стали появляться и бытовые отходы. Поселковая администрация не отрицает. Это куча их рук дело. Ветки свозят сюда, а не на полигон, чтобы сэкономить бюджетные средства. Планируется сжечь эту кучу, ну и остатки вывезти уже на полигон по утилизации ТБО. Тем самым сократив расходы бюджета, соответственно, не надо будет тратиться на транспортные расходы. Власти говорят, так уничтожаются ветки уже не первый год. К началу лета на острове отдыха будет чисто, впрочем, как и в самом поселке. Но на улицах бороться с весенним мусором властям мешают местные управляющие компании. Контейнеры вовремя не вывозятся, мусоросборные площадки плохо чистятся. Мы уже в этом мусоре погрязли, как говорится. Мы здесь вот этим всем дышим. Вот сейчас начнется лето. Тут вообще мухота будет, вот такая мухота летать. Вонь такая будет стоять. Это ужас. Ситуация доходит до абсурда. Вот стандартный двор из четырех-пятиэтажек. Дома обслуживаются двумя управляющими компаниями. В одной дворник работает хорошо, в другой – плохо. В результате подул ветер, и двор стал грязный везде. Не помогают даже субботники. Соберем субботник, уберем это, кучи наложим, а эти кучи потом лежат неделю-две. Их ветром разносит опять этот мусор. Никому это не надо. Мусор вывозят редко, потому что не на чем. Основной жилой фонд у Стябакана обслуживает та управляющая компания, у которой нет собственного транспорта. За перевозку мусора платят третьим лицам, но платят нерегулярно. Отсюда и переполненные помойки. На сегодняшний день у одной управляющей компании задолженность перед обслуживающей организацией, которая имеет КАМАЗ, и в силах вывозить эти контейнера, составляет порядка 240 тысяч, у другой – около 150. В планах администрации закончить уборку поселка к 1 июня. И здесь не помешала бы помощь местных жителей. Для этого необязательно выходить на улицу с граблями и метлами. Достаточно не мусорить там, где уже чисто. Олеся Калинченко, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Абаканские райдеры устроили для жителей Хакасии экстремальное шоу, какого в республике раньше никогда не было. Котики, зайчики и скоростные улитки на сноубордах открыли купальный сезон в Хакасии. В эту субботу на горе Самохвал прошел Пингвинфест. Это костюмированные соревнования райдеров. Смысл в том, что участники должны на сноуборде, разогнавшись на снегу, проехать по луже. Кстати, райдеры наполняли ее несколько часов. Всего нашлось 18 участников. Как это было, смотрим без комментариев. Вода теплая даже как-то понравилась. Сейчас надо еще прогрессировать, сейчас надо что-нибудь крутануть. Холодно, первый момент в воде, когда выстегиваешься из доски, а так нормально. Будет, чтобы потом жизнь испорнить. Пингвинфест Пингвинфест От себя только добавим, что никто из участников Пингвинфеста не обработает. Обратился за медицинской помощью, по крайней мере, пока. У меня на этом все. Берегите себя.